И здорово пацаны! Давно не виделись. Всем привет. У нас в гостях Enter. И сегодня у нас Плазма. Следующее комбо-оружие, которому стоит уделить внимание, потому что он такой же распространённый, как и Рогет. И комбо-карты без Плазмы и Рогет не комбо-карты, опять же. Что такое Плазма? Плазма это такое оружие, которое можно шмалять во всё, что движется и не движется. Скорость Плазминки у Плазмы 2000 юнитов. И разрывается она сама по себе, ну, как исчезает через 15 секунд. Также Плазма относится к такому типу оружия, как сплэшевые. То есть, если подойдя к стенке, у нас, к сожалению, такая модификация, что у нас урона не наносит. Ну, так-то она наносит урон. То есть, сплэш. Ну, видно, что отбрасывает. Да. Поэтому можно делать что? Рокет-джамп. Эгей. Короче, технология Плазма-джампа, он называется Плазма-джамп. Технология, она точно такая же, как у Рокет-джампа. Вы нажимаете прыжок и одновременно практически с ним выстрел. Что увеличит вашу высоту. Угу, да. Вашу высоту. И самое основное, с Плазмой. То, чем хвалятся, ну, ладно, не хвалятся уже, хвалились люди в клубах, играющие в Quake, то, что можно делать такую вещь, как Плазма-климп. Да, ну и подробнее, я думаю, об этом расскажет нам наш многоуважаемый гость, который шарит, реально шарит, расскажет и все покажет. Наблюдаем за нашим гостем. Давай. Так, итак, Плазма. Плазма, плотная Плазма. Ну, про нее в основном уже рассказали, то, что она наносит от 7 до 1 хп, максимум 7, то, что она там взрывается, все такое. Основное, что с ней можно делать, где-то показать. Сейчас найдем. Можно начать с Плазма-климпа, либо... Вот, самый обычный Плазма-климп, это комната для тестирования Плазмы, то есть, начиная с синенькой, заканчивая вот красненькой, черненькой. Там есть белая, но она не доделанная. Вот. Плазма. Как обычно Плазма-климп люди? Подходят к стене, к стене, ставят прицел чуть-чуть выше, чем вот это вот пол, чуть-чуть выше пола, и нажимают прыжок, и тут же начинают стрелять. То есть, это выглядит вот таким вот образом. Вы можете заметить, что в этот момент у меня еще, у Enter была зажата кнопка W. Это очень важный момент, если вы будете отпускать все кнопки, то вы просто не будете подниматься. Для того, чтобы Плазмить, нужно нажать прыжок, начать стрелять и отпустить прыжок, и держать все это кнопку W, чтобы Плазмить. Как результат, вы будете прилипать к стене и подниматься. Что еще про это надо сказать? Если будете держать прыжок зажатым, вас будет хуже прижимать к стене, и поэтому Плазмиться чуть похуже, поэтому лучше его отпускать. Для того, чтобы Плазмить вбок, достаточно менять немножко углы. Кстати говоря, углы, которые выставляем с Плазмой, у меня показываются в левом верхнем углу. Сейчас покажу. Вот здесь они у меня показаны. Так, возвращаемся к Enter. И нужно поставить стандартные углы. Это где-то 72 градуса в среднем. Ну, а небольшую тонкость мы расскажем чуть позже. Ну, так-то это 72 градуса в основном. Так, что хотелось бы рассказать про вообще игрока и стенки. Во-первых, то, что игрок всегда, когда прыгает, он квадратный. То есть это кирпич. Ты можешь показать меня третьего лица. Я уже показывал. Да, то, что я, когда кручу высшим взглядом, я всегда относительно сей координат. И если, чтобы правильно плазмить, я должен попадать плазминкой в границу, то есть этого игрока и стену. В результате, чтобы плазмить наискосок, я должен плазмить точно так же, либо чуть правее, чуть левее пола или стены боковой, и не выходить за границу, так сказать... Хитбокса. Хитбокса игрока. Ну, все как-то сложно получается. Это на словах сложно, на самом деле. На деле, на практике это немножко легче. Это как бы очень быстро ощущается, как по мне. Это очень легко прочувствовать. Ну, и как бы, чтобы набирать скорость при боковом плазмоклинге, надо добавлять кнопочку вбок. Ну, по идее, по какой стене? Если по левой стене, кнопку влево, если по правой, кнопку вправо. Ну, и, естественно, сторона разгона тоже так же взаимосвязана. Что хотелось бы сказать про правильный градус. Вот как раз градус, который оставляется у разных стен. Идеальным градусом является... Ну, в зависимости от типа стены, это или 72, там, с мелочью 72, и 5, или 74, тоже там, и 5, и 3, около того. В чем прикол правильного градуса? Дело в том, что между стеной и самим игроком, вот здесь вот между скипбоксом и стенкой, всегда расстояние 0,125 этого юнита. То есть между этой стенкой, между этой стенкой, когда я упираюсь, между, не знаю, вот этой стенкой тоже. Но дело в том, что плазминка, когда она взрывается, взрыв округляется, то есть его положение округляется до целого числа. В результате, если я стою у этой стенки, и, ну, стенка, допустим, вот эта, не знаю, минус 8, а мунта будет минус, там, 15. Я стою с этой стороны к стенке, моя граница где-то минус 7 и, не знаю, 125. А если я с той стороны к стенке встану, минус, там, сколько там получается, 13, 875. Короче, из-за вот этого топового округления градусы могут чуть-чуть варьироваться. Это уже проще определить, самим попаздывать, посмотреть, как будет нормально подниматься или нет. То есть заранее вы вряд ли это определите, тут надо приходить. Да, это в зависимости от осей координат, плюс стены могут быть на некоторых картах немножко крио-построены, но, в общем, основное ставьте 72 градуса и не паритесь. Вот, то есть втыкается стенка чуть выше этого, чуть выше пола прицел, и можно плазмить спокойно. Ну, да, в основном для того, чтобы плазмить вверх, в принципе, хватает вот этих 72 градусов, так что можно особо... Ну, чтобы понятно было, вот, например, на вот этой зеленой комнате, если попробовать по плазмить вот этой стене, ставлю 72, у меня отлично поднимается и отлично переходится... Да, если я на левой стенке попробую то же самое сделать, те же 72 градуса, то я... Ну, заметно хуже, хуже, заметно поднимаюсь, вот еле-еле доползаю до сюда. То есть здесь нужно немножко другой градус оставлять, там, 74. Да, так я буду. Нет, видно, стенка приватная. Ладно, вернемся к нашей плазме. Я думаю, стоит поговорить про горизонтальную составляющую плазма. Горизонтальная составляющая? Да, можно, кстати, зайти в комнату с падами, где пады, там хорошая длинность. Да, там большая стенка, сейчас я найду, где выход. Здесь, вот, на этой карте, в принципе, очень хорошая... Очень много интересных комнат. Точно так же, так как моя моделька это квадрат, кубик, кирпич, я оставляю градусы, ну, чуть-чуть правее, чем вот этот вот угол, а нет, чуть-чуть левее, чем угол. И зажимаю кнопку влево и плазмливаю, просто набирая очень много-много скорости. Если показывать по ходу, то это где-то посередине, между двумя полосками маленькими, снабзон. Если, ну, это учитывая, это в CPM, в АКУ-3 там прижимная сила к стене чуть-чуть слабее, поэтому ты тебя сильнее откидывай, ты нужны градусы вот около, чуть-чуть левее этой снабзоны заставлять, чтобы правильно плазмить. Но это в АКУ-3, в CPM, просто вот чуть-чуть левее центра вставить и офигенно набираете скорость. Но если по цигазу, даже видно, как будто, ну, как при стрейфе, просто держитесь светло-зеленой зоной, по-моему, даже так можно определять. Точно так же на больших вот таких вот стенах. То есть ставите, ну, здесь кривой уголок, ставите чуть-чуть правее и чуть выше угла, зажимаете кнопку вправо и вверх, и прыжок, и, в принципе, начинаете плазмить наискосок. Сейчас не очень получилось, но, в общем, наискосок он должен туда плазмить дать. Как-то из-за уголка, который здесь выпилин, не получается ничего, если должно получиться. Ну, в принципе... Как на цигазе это отображается, то есть ваш прицел находится в определенной снабзоне, тем не менее, чтобы вы набирали, продолжали скорость. И в зависимости от того, как вы будете ставить прицел, вы будете либо подниматься вверх, либо больше набирать горизонтальную скорость. Поэтому каждый угол здесь нужно, в принципе, его так-то запоминать по-хорошему его положению. Можно такие красивые фигурки рисовать. Да, можно вправо-влево. Так, что по поводу триксов плазма, можно сказать? Ну, про плазмоджамп уже сказали, то, что прыгайте сразу, плазмите. То, что можно плазмить вверх, наискосок вбок, тоже объяснили. Переход со стенки на стенку. Как это делается? Самое главное, то, что вам нужно повернуть с одной стенки на вторую очень быстро, чтобы как можно меньше произошло времени. То есть вы плазмите вверх, прижимаете к стенке, очень быстро переключаетесь с тем же градусом, и вы продолжаете дальше плазмить. То есть, если это происходит, то есть уперлись, повернули и дальше продолжаете плазмить. Обычно, для того, чтобы набирать немножко скорости, начинать кнопку вбок чуть-чуть, люди нажимают по чуть-чуть. С перерывами. Да. Иначе, просто если вы будете зажимать кнопку вбок при таком градусе, вас просто будет относить от стенки слишком далеко. И уже эффект в идеале нужно скосов держать, тогда уже можно кнопку вбок зажимать. Ну или, чтобы больше скорости набирать, можно вот таким вот образом переключаться, как это обычно делают. То есть ставят вот так вот градус, поворачивают резко и дальше плазмить туда-другой стене. Почему? Существуют триксы, когда нужно переключиться с одной стены на противоположную. Это, ну то есть не на 180 градусов, а на 360, не на 90, а на 180 получается. Вот, на этой карте, к сожалению, таких, наверное, нету. А как это делается, точно так же плазмите, потом резко поворачиваете на 180, или можно плазмить, нажать кнопку назад и тут же переключиться на другую стенку. Главное, чтобы ваш взгляд не опустился ниже 72 градусов, потому что если он опустится чуть-чуть ниже этого, ниже стенки, то я уже не смогу подниматься по стене. Видите, что происходит? То есть главное, чтобы, ну, как бы, правильный градус выставлять. Ну, да, это больше достигается с опытом, наверное, все равно, по первой, сразу, прям, сразу, сразу вы градусы не сможете выставлять, поэтому потихонечку, начинайте, выставили, главное, не торопитесь, выставляйте, пробуйте, стреляйте, и все получится. И самое главное, стреляйте в стену. Еще сложный трикс, конечно, я, ну, надо, наверное, про него немножко рассказать, это, есть такие триксы, правда, редко встречаются, они прям редко бывают, когда надо вот с этой стенки, например, перейти вот эту стенку, то есть, например, здесь вот здесь вот телепортеры, лава, и как это делается, это, главное, чтобы вот около этого уголка у вас была как можно меньше скорость, чтобы при переключении нам дает эту стену у вас, ну, вас прижало нормально к этой стене, то есть, обычно быстрее, вот здесь вот нужно скорость замедлить, как можно меньше, чтобы она почти нулю была в равно, и потом перейти на эту стену, как-то так, но, я не знаю, насколько у вас это будет получаться, такие триксы. Ну, этот трикс, да, очень такой сложный, скажем. Да. Вот. Что еще рассказать? Также можно плазму комбинировать с другими элементами, находящимися на карте. Можно комбинировать это с токетой, с гранатой, можно комбинировать это с джампадами и тому подобными вещами. То есть, с гранатой можно комбинировать подъем, с джампадами, вот там, например, джампад есть, с, что там еще, с, то есть, вот от джампада спокойно подниматься можно. С ракетой точно так же, стреляют ракеты вниз и ловят ее, и плазмок продолжают. Самая любимая вообще триксовая штука, которая чаще всего используется на комбокартах, это запуск наперед ракеты и плазмоклейм. Да. Вверх, влево, вправо, куда угодно. По сути дела, особо больше рассказывать нечего, про то, какие кнопки нажимать, я думаю, в принципе, понятно для того, чтобы плазмить. Вверх нужно зажимать только кнопку W, прыжок ни в коем случае нельзя нажимать. Для того, чтобы плазмить, начинать в одну или в другую сторону, тоже вам нужно нажимать определенную клавишу, то есть, если вы хотите плазмить чуть-чуть влево, вы ставите в противоположную сторону прицел, но он все еще у вас находится, должен попадать в ваш этот хитбокс квадратный. Соответственно, и вы ставите в один прицел в одну сторону, но не в пол, он должен у вас смотреть, а должен смотреть у вас непосредственно в стену. И кнопку влево, либо вправо. Как бы все, остальные переходы. Да, с опытом подтачиваете просто и скорость выставления угла, и скорость перемещения мыши с одной стены на другую, потому что все равно угол бывает теряется. Очень часто он теряется там на пару градусов даже у очень опытных игроков. Так что, пробуйте, играйте. Список карт мы для тренинга плазмы климба напишем в описании. Так что, можете качать, тренироваться, играть. Я думаю, как пример, сейчас стоит показать одну демочку. Да, да, покажу. Как раз мы сейчас и обсудим это. Я думаю, будем смотреть на скорость единичка. Или как? Ну, да, можно 0.9, можно поставить. Не, давай единица, там все равно 2 минуты, мы успеем поговорить. Запускаем. Эдер готов? Все. Все, давайте, раз, два, три. Карта вот такая, довольно знаменитая, в СПГ ультимейт. Частенько. Любимая карта. Для плазмораннеров. Чистая здесь плазма, здесь, как видите, просто переход. С одной стенки на другую, быстро происходит у него. Плазма клим вверх, здесь овербаунсы. Не удивляйтесь, что так все происходит, просто у меня отключены. Они. Ну, про овербаунсы, да, мы поговорим попозже. Да. Вон, опять же, был переход в оранжевой комнате. Плазмораннеры. Плазмораннеры. Угу. И на каждой, в каждой комнате стоят определенные углы с плазмой. То есть... Как это просто не объяснить, то, что нужно нажимать. Ну, допустим, вот этот, по стене пошел, когда он забирался, он нажимал кнопку W. Изначально он извернулся, конечно, таким образом. Ну, он огибал стену. Ну, в общем-то, основная позиция для максимального набирания высоты, именно, нужно зажимать кнопку W. И прицел в 72 градуса ставишь. Он имел изначально горизонтальную скорость. Вы все видите, насколько много реализовано здесь переходов на этой карте. Это очень тяжелая карта. Поэтому, если хотите пострадать немножко, можете пострадать. Упс. Плазмобуст. А, косячок. Да, да, да. Тоже заметил. Ну, я думаю, ему простительно. Можете обратить внимание, то есть, когда он переходит, допустим, со стены на стену, он поджимает еще кнопку назад, чтобы побыстрее передвинуться. Это тоже такой маленький нюанс. То есть, вы, нажимая кнопку назад, вы чуть-чуть быстрее себя, скажем так, оттягиваете к следующей стене, от которой собираетесь плазмить. Это может быть не только кнопка назад, а в зависимости от того, где находится следующая стена. То есть, не грешно пользоваться такими кнопками. Если только вы будете ими успевать, они не будут вам во вред. Сейчас вы сейчас спросите. Итак, в принципе, думаю, все на этом. Мы заканчиваем. Да, мы расскажем в следующей серии про ГБ. С Энтером мы не прощаемся. Увидимся. Все. На Граундбустах с плазмой. Пока, да. Увидимся на серверах.